всем привет вот слепили воедино нашу вылазку на куяльник еще раз повторюсь тестировали мы два мотоцикла эндуро kaya t2 и crx 200 он же crdx было все это в рабочий день два раза переносили поэтому весь тест проводили своими силами так что строго не судите собирался подъехать один товарищ с опытом но к сожалению не срослось и все-таки куяльник с высоты красив даже осенью от себя скажу лишь пару слов остальное расскажут наши драйверы задача была понять как сидится удобно неудобно как рулится как отрабатывают подвеска и тормоза так чтобы было понятно что мы делали прогрели двигатели на мотоциклах потом пробовали как они себя ведут на ровной площадке в основном мокрый песок и в конце немного по взбирались на горку погнали по сердекс так что касательно этого мотоцикла crdx не было удобно то что руль широкий привычная посадка единственное что с таким 21 18 радиус ноги по сравнению sky были чуть чуть выше я сидел на нем как уже на табуреточки двигатель мне привычный мне нравится его тяговитость по тормозам все здорово все нажимается первый раз я на него сел как и на каю все и на каю и здесь ногами сразу же интуитивно я чувствую тормоз что было не совсем удобно это то что есть подножки заднего пассажира и в отличие от сердек со на каю мне неудобно было найти чтобы расположить либо поставить когда остановился соответственно у каю руль чуть чуть уже у сердек со он шире управляемость соответственно лучше у сердек со из-за этого ты его более стабильно чувствуешь тормоза все здорово передняя задняя подвеска единственное что мне понравилось больше у к она более жесткая более информативно что и чувствуешь больше мотоцикл именно каю сердце x более проще 18 21 мне уже с ростом 185 немножечко высоковато но это лично мне это ты сейчас про сердце x говоришь про серых про серых а на каю на каю соответственно уже непривычно вообще первый раз стал на каю сел точнее на каю совершенно другой ноги ставить намного удобнее не знаю может быть подножки чуть ниже расположены но у меня уже нога не в коленке согнута была а более был уже л-образный угол более развернутый угол что тот что тот мотоцикл стабильно себя чувствует на грязюке вот багажник я бы ребятам рекомендовал бы оставить очень удобно тягать его на горочках там падаешь либо просто его разворачивать таки багажник там нужен либо какое-то крепление как ребята накидывают шлеечку чтобы можно было тянуть тащить по тормозам что на каю что на серых все все здорово усер икса больше у меня был сердце у него тормозной передний диск чуть меньше здесь более информативно за счет большего угла большего радиуса точнее для себя лично каю он резвее crx более тяговитый более прощают некоторые моменты на к было чуть страшновато но пригольно то что он более резвый и набирает соответственно лучше но так как я только начинаю эндурить то мне пока crx ввиду его тяговитости и только сугубо из-за мотора ну поехали касаемо crdx crx да точнее мне мотоцикл понравился больше чем кая руль шире тормоза как по мне работают лучше лапка тормоза здесь более выгнута доступна в кая на более утопленная к мотору неудобно тормозить вот потом руль сидение намного мягче чем в кая сидеть удобней при моем росте какой-то ростать 185 мне действительно на нем удобно тормоза на нем мое мнение лучше чем на койоте койот дай кое-кде больше доработок на нем допустим взять лапку переключения передач при падении которая сейчас была с горки если бы это случилось с rdx-ом возможно эта ножка бы выломалась тут она складывает вот по подвеске койот немножечко лучше по передней вилке лично мне при спуске с горки вилка отрабатывает отлично все бугры это же вилка немножко жестче тормоза лучше мотор тяговитей кая более резвей такая подвеска чуть-чуть лучше вот собственно все так ну при моем метр семьдесят сидеть удобно а вот до земли доставать неудобно это ты сейчас про серых говоришь я говорю и про crx и про каях значит и там и там приходится тянуться становиться на носочки сидушка на crx и поуже поэтому может быть немножко удобнее было сидеть по управляемости crx ведет себя немножко лучше всяком случае когда разогнался почувствовал что начало носить заднее колесо на спидометре было порядка 80 километров на койоте он показал 65 ты имеешь ввиду когда тебя носить начало да когда я чувствовал что начало носить жопу возможно это то что мы дали давление два килограмма в резину может быть надо было немножко меньше возможно чуть жестче подвеска давление то у нас одинаковое что-то на там и за да ну плюс может быть еще из-за того что у тебя легкий вес доставляю плюс у меня еще легкий вес порядка 65 килограмм где-то так так что вот в ботинках в кепке и прыжке по управляемости еще раз crx руль шире проще держать удерживать сам руль по подвеске и там и там в принципе подвеска справляется со своим со своей задачей но опять-таки при моем весе подвеска была жестковатой и там это тормоза передние тормоза у сирексом не показались гораздо эффективнее для консультации когда прижимал ручку тормоза он сразу клевал носом но колесо в юз не срывалась у сирекс и у кая вернее у кая тормоза в этом отношении немножко похуже то есть ручку приходилось выдавливать немножко сильнее по заднему тормозу у кая неудобная педаль значит ее приходится постоянно искать педаль заднего тормоза переключение передач передаю включение передач четкое что на одном что на втором моторе нейтралка прекрасно находится все щелкается и вперед и назад очень информативно очень легко единственное чего не хватает в принципе может быть к этому нужно привыкнуть на кая нету индикатора включенной передачи а не на кая на сирекс нету индикатора включенной передачи только индикация нейтралки понял все в принципе все понятно понятно спасибо вот эту лавку приходится искать пока я ехал у меня нога проваливалась мимо она утоплена то есть она утоплена к двигателю и очень-очень ее тяжело найти а на сирекс и сама петля достаточно большая то есть и лапка отодвинута чуть от двигателя и получается она чувствуется хорошо рука это мне кажется как будто отбивает понял она более просто вилка однозначно проще вот здесь на сердце немножко ну мое мнение такая разница в цене вилок немножко туда разница и в цене мотоциклов тоже значительно вот ну ну разница почти в полтора раза здесь можно поменять масло на серый x и будет уже серый x не знаю почему лично мое мнение имеешь ввиду поменять масс масса передней вилки релочное масло да ты меняешь себе там 5 10 15 собственно под свой вес под грунт и и она уже будет сыры из почему-то мне более устойчивый кажется и за счет широкого руля управляемость просто ты его чувствуешь опять-таки 28 диаметр руля усерекс его кота что рули с рейкса отлично будет становиться на к и управляемость на к я сразу ставить лучше ну да смотри там где разу меня трудно там где кронштейн и усер икса он шире у кают он сразу пошел вверх само крепление руля сам руль но у кая он выше сам руль у кая за счет этого угла выше более то есть я думаю что болванка одна просто здесь ушло часть ширины руля ушло наверх ну и вот допустим сары даже этот к я продумал вот эту лапку что она складывается при падении она не сломается это сломается хорошо что ты положил кая я понял посмотрите после падения так еще там все целое туда и не падали видите пластик весь целый сломалось крепление защиты рук а и ручка у меня ручка целая и у райдера робро тоже те кто не видел наши гонки между лошадями мотоциклами ссылка будет под видео ну и на этом все если понравилось жмем палец вверх и подписываемся чтобы не пропустить наши следующие видосы всем пока